Человеческие истории из Украины. Мечты о будущем из мрака войны. Пользуясь случаем, я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту. На бережную мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году. Окна в операционной были забиты фанерой, но оперировать приходилось все равно. Роман Бондаренко – врач из Чернигово, сосудистый хирург. В условиях окружения работал без выходных, деля время между городской больницей и военным госпиталем. В больничном морге в те дни не хватало гробов. Людей хоронили в наспех сколоченных ящиках. Непридуманная правда о войне в новом эпизоде подкаста. С доктором Бондаренко беседует журналист латвийского радио Талис Эйпурс. Доброго дня. Скажите вот просто, кто вы? Добрый день всем вашим слушателям, всем гражданам Латвии. Я сосудистый хирург. Работаю в городской больнице номер 3 города Чернигово. В цивильной жизни я больше занимался флебологией. Это заболевания венозной системы, варикозное расширение вен, трофические язвы, посттромбофлебедический синдром. Это то, что в Латвии, кстати, очень-очень хорошо развито. Я ездил к вам на стажировку в свое время. Это артериальная патология, тромбофлитерирующие заболевания. Это сосудистое осложнение сахарного диабета. Ну а также травма сосудов и в мирное, и, как оказалось, в боевое время. То есть реконструктивная операция для спасения конечностей. И вы, наверное, и отец. Да, к счастью, отец двух чудесных сыновей. Какие были самые тяжелые моменты? Мы, конечно, знаем, что Чернигово в какое-то время был в окружении почти или совсем. Это какой-то момент, как смотреть. Почти отрезан от остальной Украины. Вот с 24-го, которые моменты у вас в профессиональном памяти навсегда останутся? На самом деле таких профессиональных моментов осталось очень-очень много. До 24-го февраля мы жили обыкновенной спокойной жизнью. Строили какие-то планы, планировали развитие, планировали стажировки за границей. Каждый год ты должен иметь либо какую-то стажировку, либо определенное количество онлайн-обучения, чтобы оставаться туда, говорят, на плаву, чтобы ты подтверждал свой сертификат врача. Ну а 24-го февраля, поймите правильно, это трудно объяснить, когда ты просыпаешься от того, что твой город бомбят. Об этом я читал только в книгах. Я надеялся, что моё поколение — это поколение, которое живёт после войны, но оказалось, что мы жили до войны. Конечно, это был шок, это была паника, это информационный вакуум. Но, как оказалось, первые дни были не самыми тяжёлыми. Да, мы пытались как-то организоваться, принять какие-то решения, как работать дальше, срочно выписать всех больных, которых можно было выписать, для того, чтобы освободить место для раненых. С каждым днём становилось, как говорят, всё веселее и веселее. Российские войска подходили всё ближе. Чернигов, по сути, оказался очень быстро. Вначале окружён с двух сторон, потом окружён фактически с четырёх сторон. Оставалась только одна небольшая дорога, которая связывала нас с большой землёй. Мосты были разбомблены, логистика была крайне проблемная. Но что было ещё хуже, российские войска планомерно уничтожали цивильную инфраструктуру. Разбивали газопроводы, они разбивали теплоэлектростанции, чтобы не было теплоснабжения. Разбомбили предприятия водоканала, и поэтому вода исчезла очень-очень быстро. Поэтому представьте, Чернигов, он, по сути, не такой большой город. Вот порядка 300 тысяч населения. Но представьте, что такое 300 тысяч населения без воды, канализации, туалета. Нельзя было пользоваться. Насосы не работали, просто не откачивали центральный городской коллектор. Не было света, ну и не было тепла уже где-то на шестой-седьмой день. На улице лёгкий минус, и дом многоэтажный, он остывает буквально за двое суток. Это же происходило и в больнице. Это очень трудно объяснить, как оперировать при температуре плюс 10, плюс 8 градусов, когда ты не имеешь права быть там адекватно одетым, а ты одеваешь лёгкий оперкостюм. Ну я одевал два лёгких оперкостюма. Ты не можешь даже адекватно обработать руки, потому что тебе нужно мыть очень длительно руки под водой, а вода тоже температурой плюс 8 градусов. Пока моешь руки, ты перестаёшь их чувствовать. Тяжело бы очень было ещё, когда начали разбивать центр города. Дело в том, что это начиная с 17 марта, даже с 15 марта они подошли довольно близко, начали бить строго по цивильным, по очередям. Дело в том, что часть населения Чернигова всё-таки эвакуировалась, пока ещё было возможно, но часть осталась, и проблема была в продукте питания. То есть в нескольких местах можно было приобрести хлеб. Я вам честно скажу, я таких очередей возле магазинчиков, которые продавали хоть что-нибудь, я не видел со времён, наверное, Горбачёва. Я был ещё ребёнком, и начали прицельно бить по очередям. И причём, что самое страшное, били кассетными снарядами. Там было мало раненых, там было очень много трупов. А 17 марта это началось всё массово, обстреливали центр города. Было массовое поступление раненых во все больницы. Плюс была повреждена одна из самых крупных больниц. Вот это такие вещи, которые не забудешь. Ну и плюс, когда оказалось, что я один специалист по своему профилю, и на военный госпиталь, в который меня уже пригласили работать в качестве волонтёра, в котором я уже фактически жив. Как оказалось, очень много раненых с повреждениями сосудов в моей родной больнице. И приходилось бегать, по сути, между госпиталем, между больницей. Это было страшно, потому что это не объяснишь, что такое, когда над тобой что-то свистит и взрывается где-то неподалёку. Когда ты падаешь, когда ты ползёшь, ты понимаешь, что бежать надо. Это самолёты, которые летали над Черниговой, активно бомбили. В ближайший разбомбленный дом, буквально в 300 метрах от моего... Ну, что вам сказать, если ближайший разбитый российский танк менее чем в полутора километрах от моей больницы. В больнице, в которой я работал, было несколько попаданий с артиллерии. Чудом не было пострадавших. Разбомбили аппарат компьютерной томографии. Очень пострадал операционный блок. То есть, по сути, представьте, что выбило все окна во всех операционных. На улице минус два. Это всё было забито фанерой, но оперировать приходилось в тех же операционных. Оперировать приходилось много. Как вы делили своё время между больницей и военным госпиталем? Дело в том, что мне повезло, мне получилось с волонтёром эвакуировать 8 марта свою жену и детей. То есть, мне уже стало в этом плане полегче. Я уже понимал, что это всё очень серьёзно, и мне отступать некуда. Я жил в госпитале, дома я не жил. Я жил в госпитале. В нескольких местах возле госпиталя была связь. Где-то ловила мобилка. И я, если не было работы, я там каждые полчаса либо два часа выходил и старался созвониться с коллегой из больницы. Спрашивал, как дела, нужен ли я срочно. И в случае необходимости я бежал пешком в больницу на операцию. К счастью, эта дистанция где-то порядка трёх с половиной километров. То есть, добежать было можно. Ну, так же и в госпитале. Когда я бежал в больницу, я предупреждал коллеги из госпиталя. Я был не один у нас собралась очень большая команда. Это были и хирурги, и хирурги-онкологи, и травматологи, и анестезиологи. То есть, команда собралась очень сильная, очень мотивированная, которая очень себя хорошо проявила. У некоторых были автомобили. Я знал, что я предупреждал, что я выбегаю, бегу в больницу, буду бежать по такому-то маршруту, что там связи может не быть в операционной. В случае, если я надо, кто-то из коллег брал машину на свой страх и риск ехал за мной, стоял пол в больницу и сигналил. Я понимал, что это приехали со мной, бросал всё, бежал. То есть, это значит, что раненые, которые нуждаются в моей помощи. Как-то так и жили. Сколько вот этот самый тяжёлый период длился, когда вы жили в больнице? Это было с 27 февраля по первые числа апреля. Жил-то я в больнице до начала мая включительно, но артиллерийские обстрелы в Чернигой прикатились в первых числах апреля. Уже стало ходить между госпиталем и больницей спокойнее. Жил я в госпитале, но, в принципе, уже я мог на час-полтора выйти, посмотреть, что с моим домом, полиции, те, которые чудом остались живы, пытаться навести, хотят какой-то порядок, вспомнить, что существует ещё мирная жизнь или, не знаю, другая жизнь. Вот как-то так, но дело в том, что я даже до сих пор не могу понять, что было страшнее тогда, когда всё свистело, летало, либо когда стихло. Я как-то вот не верил в посттравматические стрессовые расстройства, которые бывают у солдат после войны, но, например, после первых числа апреля, что у меня проблема ночью спать, я не могу спать, когда всё тихо. Эта тишина, она просто режет ухо. Это было очень страшно. Ну и опять-таки, если до начала апреля больше было раненых, то в первые числа апреля, когда появилась хоть какая-то доступность до медицинской помощи, хоть можно было доехать пациентам до больницы, очень много запущенных пациентов с сосудистыми осложнениями, сахарно-одиабетно-строфическими язвами, с гоноренами, они начали поступать в больницу, приходилось очень много оперировать, а учитывая то, что в больнице только-только начинала появляться вода, то, что было очень мало кадров, был очень тяжелый период. Как это развивалось и до чего дошло вот до этого момента? Март месяц был очень горячим, много раненых цивильных, много раненых военных, это все приходилось работать, это приходилось и днем, и ночью. Жили мы фактически с коллегами в палате шестиместной, где нам выделили койки, это в госпитале, мы там спали, ну, в принципе, это была командная работа. Все коллеги, все врачи, все медсестры, весь медперсонал, который не эвакуировался, которые остались, они жили в больнице. Про условия больницы, про выбитые окна, про отсутствие отопления, воды, это все я вам рассказывал. В больницу вода привозилась раз в сутки, сигналил водовоз, и если в течение пяти-семи минут никто не выходил, не начинал набирать воду, все уезжали, поэтому кто-то был дежурный обязательно, начинал свистеть, начинал кричать, все прибегали с ведрами. И если я в то время тоже приходил в больницу, там, либо на перевязки, либо на операцию, то первым делом нужно было хотя бы семь-восемь ведер воды замести на четвертый, на пятый этаж, помочь коллегам, помочь медсестрам, этим молодым девочкам. Простите, это сейчас не совсем просто вспоминать. Опять-таки, элементарный быт обеспечить пациентам. В апреле месяце это все стихло, их отогнали на границу, начала поступать хоть какая-то гуманитарная помощь, продукты питания, спасибо, кстати, всем, кто помогал в тот момент. Но потом начали поступать раненые с границы, потому что конфликт не прекращался, война продолжалась. Обстреливали границу, обстреливали наши войска, обстреливали наши приграничные города. Когда они отходили, мало того, что это было просто сумасшедшее мародерство, это было минирование всего и всех. Мне пришлось оперировать несколько пациентов, которые подрывались на минах. Это очень тяжелые травмы. Апрель месяца, это, в принципе, потихоньку было возвращение к жизни, но, как вам сказать, за это время я научился мыться двумя полуторалитровыми бутылками из-под кокколы, в которые наливалась чуть-чуть теплая вода. Когда, наконец-то, появилось водоснабжение, электричество, я пришел домой и включил в себя горячую воду, я набрал ванную, я понял, что я не могу туда залезть. Я долго сидел и смотрел, потому что я не знал, как я могу залезть в такое количество воды, я не знал, как мыться в ванную. Вот так вот изменяется человек за два месяца активных боевых действий. Май месяц был по-своему тяжелый, потому что количество пациентов цивильных становилось все больше и больше и больше. Но также стало очень много военных, потому что, представьте, все тогда работали на стрессе, на адреналине, но как только стало хотя бы чуть-чуть тише в нашем регионе, у многих начали обостраться хроническая патология, от которой тоже меня просили военные врачи помогать им оперировать. То есть фактически я работал без выходных до начала июня, а потом, к сожалению, подвело здоровье, пришлось немного полечиться самому. Ну и потихоньку уже возвращался более-менее цивильный лад. Ну и снова же обстрелы ракетные, я думаю, это вы все видели. Все лето было неспокойно, вся осень тоже была неспокойная. Ну вы, я смотрю, карте, вы меньше, чем 50-40 километров от границ Беларуси и России тоже там недалеко, Да, это все, к сожалению, это все рядом. И теперь какой ритм ваш? Сейчас ритм в ожидании нового прихода, потому что мы все видим, что это все не стихает, это все идет по нарастающей, все ждут нового нападения, все к этому готовятся. По поводу раненых на данный момент наш регион не самая горячая точка фронта, поэтому относительно спокойно. Но тем не менее есть, но это уже не множественные случаи. По поводу пациентов в больнице, немного ближе к мирному времени, мы оперируем, мы уже оперируем в более спокойной ситуации. Но тем не менее, мы же все офицеры запаса, мы готовимся, нас периодически вызывает военкомат, кое-кто уже из коллег призван вооруженные силы Украины и служат и уже на фронте. Мобилизация продолжается, война идет, таким все сказано. Коллеги служат как врачи, как военные медики или по-другому? Как врачи, как военные медики. Чтобы вам было понятно, моя группа в университете, нас было в группе 11 человек. Из 11 человек два сейчас на Донбассе. Один из первых дней войны, он пошел добровольцем, он вообще был преподавательным в Киевском медицинском университете, он был врачом-педиатром, сейчас он военный врач. А второй из Черниговской области, он хирург тоже. После снятия блокады Чернигова он пошел в военкомат и сейчас он служит в самом проблемном регионе. К счастью, они оба живы, они оба целые, мы стараемся с ними держать контакт. Ну, также мои одноклассники, кто где. Много, много служат, многие еще будут, к сожалению. Но это наша война, это война за нашу независимость, это наша Отечественная война. Какая разница между работой в гражданской больнице и работой в военном госпитале? Это, само собой, что есть очень большая разница, но я бы хотел, чтобы вы рассказали слушателям, вот какая именно. Военная медицина, она вся построена на этапности и уровнях эвакуации. Если сказать очень просто, то на каждом уровне оказывается только определенная помощь. Если ты в двух километрах от фронта, грубо говоря, ты имеешь право только остановить кровотечение, наложить повязку и срочно эвакуировать пациента. Если ты в десяти километрах, ты уже имеешь право сделать еще какое-то вмешательство. Ну, опять-таки, образно говоря. И чем дальше пациент эвакуируется от линии фронта, тем более квалифицированная и специализированная помощь ему предоставляется. Это еще старые советские стандарты, по которых нас учили даже в университетах. И вся армейская медицина, она построена на вот таких доктринах. Да, сейчас, по ускорению эвакуации, по эвакуации сразу в более специализированные центры. Но случилось так, как случилось. Чернигов оказался в окружении. Линия фронта буквально в нескольких километрах была от моей больницы, от госпиталя, это было примерно на три километра больше. И вариантов по эвакуации этих пациентов не было. Поэтому мне приходилось делать сосудистые реконструктивные операции. Хотя в нескольких километрах от линии фронта по всем канонам военной медицины я не имел права делать. Но дело в том, что этих больных просто некогда было эвакуировать. А если ты просто останавливаешь кровотечение с тем, что перевязываешь сосуды, то уровень ампутации это 50-70%. То есть это неудовлетворительный результат. И вот армейская медицина она тоже начала отстраиваться, она стала возможно более цивильной, потому что нам приходилось идти на такие компромиссные решения, на понимание того, что эвакуации возможно в ближайшее время не будет. И опять-таки укомплектованность военных медицинских учреждений она была на порядок лучше, потому что если с цивильных врачей, медсестры выезжали, то военные медицинские учреждения не полностью сохранили свой штат. Хотя, честно вам скажу, было не сладко работать, не там, не там, было много работы, но мы не сдавались. Мы не сдавались. Ну сколько и мы делали интервью, мы понимаем, если у кого-то есть электричество в случае отключки света, тогда в больницах это, конечно, есть там генераторы, да? К счастью, да, генераторы завезли. Я низко кланяюсь волонтерам, которые просто, я не знаю, каким чудом завозили это все в больницы. Опять-таки, ну вы понимаете, генератор очень классная вещь, но представьте, Чернигов окружен, мост разбомблен, идет обстрел, да, есть генератор, а где взять дистоплива, когда логистики просто нет. То есть эти генераторы включались там, у нас был, я помню, в больнице один самый маленький генератор, он подключался к холодильникам, где хранились запасы крови и медикаментов, которые нужно держать в холодильнике. Его включали на полчаса и выключали на полтора часа для экономии дистоплива. То есть уже просчитали, что такой температурный режим достаточный для поддержания необходимой температуры для медикаментов. Сейчас, к счастью, уже все более готовы, да, когда выключают свет, генератор работает. Свет, к сожалению, выключают часто, но больница, к счастью, держится. Последние несколько месяцев проблем с тем, чтобы был полный блокад по больницам, к счастью, этого не было. Вы сказали, что все видят, что будет более активная фаза, она уже наступает, вторжение, и вы готовьтесь к этому. Насколько вы больше готовы, чем в начале вторжения, будете теперь, если это всё опять, к сожалению, намного будет обостряться. Как я это понимаю, вы будете намного опытнее и готовы к работе в таких обстоятельствах. Мы тоже так считаем. Когда я остался специалистом, единственным по своей специальности на свою больницу, на военный госпиталь, у меня просто пропал страх перед многими операциями, потому что я понимал, что либо я это делаю, либо человек умирает, либо остаётся бесконечностью. Есть такая пословица «глаза боятся, а руки делают». Вот это вот. Пришло такое озарение. И сейчас я просто понимаю, что я либо сделаю это, либо не сделаю, но делать я буду, потому что по-другому я уже не смогу, я уже не умею. Мы будем работать, будем каждый на своём месте. По снабжению, насчёт того, что нужно во время вот такой ситуации, какая теперь в Украине, как это вот поменялось? С одной стороны, всё становится труднее и труднее, с другой стороны, вы намного лучше знаете, чего нужно, какие запасы должны быть в больнице, как все механизмы и инфраструктура работают. Как насчёт этого вы более готовы? Позвольте мне, скажем так, не комментировать этот момент, потому что это могут слушать многие, и не только те, кому это надо услышать. Скажем так, многие выводы из предыдущего были сделаны. Насколько это уже будет эффективно, и насколько правильно мы к этому всему готовимся, я думаю, покажут в ближайшее время. Надеюсь, что всё-таки наши знания в ближайшее время не понадобятся, но тем не менее. Всё покажет время. Знаю, что в медицине, в отличие от армии, пожарников, полиции, очень большая часть женщин, сравняясь с теми службами. И мы знаем, что женщинам не было ограничения покидать страну. Мы в Латвии тоже встречаем врачей из Украины, теперь которые приехали, женщины. Как это повлияло на отрасль, на работу больницы вашей? Это, конечно, было тяжело, потому что многие действительно женщины и специалисты уехали. И поймите правильно, если, например, часть врачей это женщины, то среди медсестёр, например, операционных медсестёр, которые работают с вами в операционной, то женщины все. Ну так случилось. И для многих стал вопрос между долгом перед семьёй и долгом перед родиной. И многие выбирали семью, и они вправе их осуждать. Конечно, это приходилось немного реорганизовывать работу, приходилось брать многим на себя двойные, тройные нагрузки. Люди жили на работе, люди работали. Да, это было очень тяжело. Но вместе с тем, когда, например, начались первые обстрелы, в больнице было довольно неплохое бомбоубежище. Туда прибежали женщины с детьми. Первые сутки ночевало в больнице более сотни детей. Не могли просто выехать. Поверьте, возможно, было бы нам намного лучше для всех, если бы эти женщины смогли с детьми выехать, чтобы дети не видели этих всех ужасов. Моя сестра сейчас до сих пор в вынужденной эвакуации. Я очень рад за них, потому что дети ходят в школу, дети не слышат этого, дети развиваются нормально. И, возможно, было бы лучше, если бы гораздо большее количество женщин смогло выехать. Хотя, конечно, на работе тогда каждые руки были на вес золота. Ну, вот такая вот диалектика. С одной стороны, хотелось бы выезжать, чтобы они побольше выезжали. С другой стороны, без некоторых просто было невозможно работать. Мне было гораздо проще после того, как я смог эвакуировать свою жену с детьми. Когда я знал, что у нее в безопасности, это было на порядок проще уже и оперировать, и бегать между госпиталями и больницей. Это все стало на порядок легче, потому что ты отвечаешь только за себя, а твой быть минимальный. Простите, если говорю скомканно, но это уже эмоции. Я просто сейчас с вами беседую, я вот это все вспоминаю, у меня эти картинки всплывают. Не самое лучшее воспоминание. Простой человек, который живет в Чернихове или в области, чего он больше не может получать или вероятнее всего не получит, то, что он получал раньше, что поменялось в отношениях с врачами и персоналом? Как это, по вашему мнению, с глаз пациента поменялась возможность вообще как-то надеяться на помощь в больнице? Когда идут активные боевые действия, конечно, медицинская помощь минимальная, доступность медицинской помощи опять-таки минимальная, скорая помощь как таковая не работает по одной простой причине нету связи. То есть скорая помощь едет, когда поступила хоть какая-то информация, что что-то где-то взорвалось, куда-то попала авиабомба, какая-то связь. Потому что представьте просто, что у вас сейчас отключен телефон и у всех ваших друзей и знакомых отключен телефон. И у вас нет телевизора, у вас вообще нет никакой информации. Как реагировать на это всё. Поэтому, конечно, во время активных боевых действий, когда Чернигов был в окружении, это всё было крайне печально. Пациентов буквально привозили родственники, если это были тяжёлые пациенты, на свой страх и риск. И это были довольно трагические ситуации. сразу после окончания активных боевых действий в нашем регионе, конечно, было очень много тяжёлых пациентов, когда уже было более-менее безопасно добраться до больницы, когда появилась связь, когда начала восстанавливаться кое-какая логистика, потому что Чернига – это всё-таки региональный центр, Черниговская область одна из самых больших областей Украины. Мы имеем большие расстояния между селами, вообще небольшими городками, населёнными пунктами, много рек, много болот, мосты были взорваны. Часть дорог заминирована, то есть как доехать пациенту было проблемнее, и поэтому было очень много тяжёлых пациентов. Сейчас я сужу по структуре тех пациентов, которые обращаются, это уже ближе к мирному времени, во всяком случае на данный момент, то есть это плановые пациенты, это более-менее стабильные пациенты. В плане доступности медицинской помощи я вам хочу сказать, что это всё очень даже хорошо доступно. Как пациенты относятся к нам, докторам, ну простите, я не могу комментировать, потому что я как бы по другую сторону баррикад. Скажем так, со своими пациентами я поддерживаю активный контакт. На данный момент до конца следующей недели у меня все дни приёма и все операционные дни у меня расписаны. У меня с понедельника по пятницу по нескольку операций и день. Большинство моих коллег в больнице, в которой я работаю, тоже в принципе очень активно по количеству пациентов, по количеству операций. Я сосудистый хирург, ко мне даже сейчас я могу уделить время пациенту, который может просто постучать в дверь и сказать, доктор, извините, я приехал из глубокого села, вы не найдёте несколько минут для меня. Конечно, я не думаю, я понимаю, вы живой человек, вы приехали из тех районов, которые обстреливают, как я могу отказать пациенту? Вот простой пример. Я более чем уверен, что в странах Западной Европы это маловероятно. Вот сегодня у меня было более пяти таких пациентов, которые приехали и я их между операциями просто осмотрел, потому что я прекрасно понимаю, что если люди приехали из глубокой провинции, то это действительно надо. Но вот такой момент у нас ещё в медицине присутствует. Ситуация в марте и апреле была очень плачевна в этом плане, особенно в марте. Так случилось, что я, когда я бегал с больницы в госпиталь и обратно, я пробегал мимо одного из городских моргов. Менее чем 40-50 деревянных ящиков для умерших я не видел никогда. Каждый день это были другие ящики. Это были даже не грыбы, это были наспехсколоченные ящики. Под моргом такого количества гробов я не видел никогда, как тогда. Это те ящики, которые стояли под моргом. Это были даже не грыбы, а наспехсколоченные ящики, которые хоронились в братской могиле. Дело в том, что в центре города есть лесопарк, и вот там были братские могилы, в которых этих людей хоронили. Я не уверен, что это открытся информация сейчас к доступу, я ею не владею, честно вам скажу. Но то, на то, что людей, к сожалению, было. Особенно стариков, особенно людей с хроническими заболеваниями, потому что, ну, представьте просто, где взять в городе, который является в окружении, инсулин для диабетика. Где взять препараты для людей с гормонозависимыми патологиями, патологией щитовидной железы. Я молчу про онкобольным, которым нужно было химиотерапию. Я даже боюсь подумать, как выжили те, кто выжил с хронической почечной недостаточностью, диализные пациенты. Я молчу о том, что люди с инфарктом миокарда не могли быть застентированы и даже доставлены хоть куда-нибудь. Это все было очень печально. Но, к сожалению, в абсолютных числах я сказать не могу. Я могу сказать только то, что каждый день я видел все новые и новые ящики для захоронения умерших. И это только один из моргов. Моргов было несколько. Насчет настроения. Я знаю, больница обычно это не то место, где все хотят попасть. Там все нервные какие-то в мирное время, да, и врачи не всегда хотят разговаривать с пациентом, потому что они трудные, лишнее всякое время занимает иногда. И пациенты тоже, ну, они, конечно, волнуются и все такое. Как вот поменялись эти отношения между людьми? Вот это понимание друг друга, оно стало более нервным, грустным или наоборот? Как бы вы сказали и характеризовали этого? Скорее, наоборот, более душевно, во всяком случае, по Чернигову. Особенно среди тех врачей и пациентов, которые здесь оставались и вот не понимают друг друга. Понимаете, это время активных боевых действий, оно очень показало всем друг друга, что ты за человек. Большинство людей помогали друг другу. Большинство людей. Когда у меня была возможность купить хлеб, потому что возле больницы иногда продавали, у меня была возможность забежать домой, я забегал сразу по всем соседям, заносил им хлеб и просил «Не ходите, пожалуйста, в очередя, чтобы мне не пришлось вас оперировать. Пожалуйста, мне не надо денег. Заберите хлеб. Что у вас по лекарствам? Если у меня получится что-то доставить в больницу, я вам принесу». Были те люди, которые проявили себя не с лучшей стороны. Но в целом общество очень мобилизировалось. И сейчас, в принципе, взаимоотношения стали на порядок порядочными. Сегодня то ли 4, то ли 5 пациентов принял внепланово, потому что я понимаю, что человек приехал ко мне, значит, ему нужна помощь. Мне за это дополнительные зарплаты не платят. Я просто их принял, потому что понимаю, что человеку надо. Ну вот и судите, это лучше стало для пациентов или хуже стало для пациентов. И так во многом. Помощь, взаимовыручка, она стала больше. Ну, посмотрите сами даже по тому волонтерскому движению, которое в Украине, когда все население скидывается деньгами и покупает что-то для армии, какие-то бронетранспортеры какую-то технику. Я не умоляю ни в коем случае поддержку наших коллег и еще раз бы благодарю весь латвийский народ, всех латвийских налогоплательщиков, которые действительно помогали и помогают нам. Но тем не менее, вот такая консолидация, она есть. Это война, это муки, в которых рождается, наконец-то, окончательно рождается украинская нация. Об этом потом напишут книги, но, конечно, это не самое легкое время для жизни. И вы знаете, если мне уже 40 лет и я как-то к этому отношусь тоически и философски, мне очень жаль моих детей, которые не могут нормально учиться. Я надеюсь, что все-таки смогу все-таки дать своим детям адекватное образование и они будут жить уже в нашей новой Украине. Мы знаем, что Украина теперь в очень трудном положении, не только в военном смысле и в ментальном, но и экономически. Это не может не влиять на больницы, по-моему. Это зарплаты, это средства для медикаментов и многое другое. Что поменялось в этом плане в больницах, в вашей больнице? Чего вы видите сами? К счастью, зарплаты нам платят вовремя. Второй момент. Опять-таки, не только Латвия, но и многие страны нам помогли и с медицинским оборудованием, которое было завезено по гуманитарной помощи, и с расходными материалами, и с медикаментами. И это позволило создать определенный запас. Пока что финансирование этой социальной сферы, оно сохраняется. Во всяком случае, на данный момент, я надеюсь, что это сохранится и в дальнейшем. В плане общеэкономического положения, какие бы экономические трудности не были, поймите правильно, я прекрасно понимаю, что солдаты в окопе сейчас на порядок хуже, чем мне. Я прекрасно помню активные боевые действия, когда деньги, по сути, не надо было, ну, хлеба купить. На работе как-то можно было поесть, как это было организовано кухня, в госпитале можно было поесть. А на что тебе еще тратить деньги? Да и где, когда магазинов, то по сути, нет. Многие магазины, вот тоже к экономическому вопросу, они просто пораздавали свои запасы, мобильные телефоны, зарядные устройства, пауэрбэнки. Я был свидетелем таких душесчипательных моментов. Для примера, вот в плане самоорганизации, когда не было света, во время активных боевых действий, в Чернигове есть несколько лавочек с солнечными батареями, на которых можно зарядить мобильный телефон. И люди организовывались, приносили свои мобильные телефоны и следили за солнцем, носили эти лавочки, следили, чтобы не летали беспилотники. Если пролетал беспилотник, они срочно рассредотачились, переносили лавочку в другую сторону, потому что начинался артобстрел, чтобы и сохранить лавочку с солнечной батареей, и максимально зарядить телефоны, чтобы у всех хотя бы была какая-то связь. Вот самоорганизация. И это было, поверьте, тогда экономическая ситуация была в Черниговой на порядок хуже. Но тем не менее, выжили тогда, пережили, я думаю, выживем, переживем и сейчас. Есть регионы в Украине, где всё на порядок тяжелее и на порядок хуже. Я прекрасно понимаю, что в Украине ждут тяжелые времена. Но восстановимся. У нас просто нет другого выбора. Не мы начали эту войну, но нам её заканчивать и восстанавливать страну. Я понимаю, что у врачей другие отношения с смертью, как у людей, которые не работают в больнице и не связаны с этим. Поменялись ли ваши отношения смерти во время вот этого вторжения? Трудный вопрос. Трудный, неоднозначный. Как хирургу, который очень долго работал в неотложной хирургии, видевшему смерть, к этому по-своему привыкаешь. Хотя, когда видишь боли, слёзы родственников умершего, это всегда вызывает неприятные чувства. Здесь такая старая латынская пословица. «Я сделал всё, что мог, кто знает и умеет лучше, пусть сделает по-другому». Когда тебе привозят человека, который уже умирает, и ты понимаешь, что всё, что ты можешь облегчить ему, страдания, это одни чувства. Когда ты делаешь всё, что можешь, всё, что стараешь, а всё как-то идёт не так, это другие чувства. Смерть человека — это всё равно большая трагедия. И поймите, большинство докторов, которые работают в неотложной медицине, в хирургии, в травматологии, в ортопедии, в анестезиологии, можете посмотреть мировую статистику, они рядко доживают до глубокой старости, не уходят раньше, потому что это всё равно, как бы ты ни стаёшь более железным в своём сердце, более чёрствым, но это всё пропускается через себя. Мало кто видит слёзы хирурга после того, как ему не получилось спасти пациента, но они есть, поверьте. Просто малого об этом говорят. А некоторый цинизм, который вот так на людях говорится, это очень часто защитная реакция. Я думаю, психологи вам по этому поводу расскажут больше. — Но вы же теперь встречаете и во время этого года встречали людей, у которых это был выбор идти навстречу смерти. Поменяло ли это ваше отношение к цены жизни? — Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Каждый сделал свой выбор. Этот выбор был нелёгким. Я сделал свой. Я делал, что мог. То, что умел. — Вы тот человек и ваши коллеги, те люди, которые встречают военных прямо вот из поля боя. Это редко кому-то так близко к войне приходится приближаться. Я просто хотел понять эти моменты. Это всегда тяжело. Понимаете, каждый раненый это человек не в себе. Это человек, которого смерть отпустила и непонятно надолго ли и успеешь перехватить его или нет. Это человек, который еще воюет, он еще рвется, он еще там. Это человек, которого не хочется терять, которого хочется спасти всеми правдами и неправдами. Потом у этого человека следующая фаза. Он понимает, что это серьезно и надолго. И это у него начинает накрывать депрессия. А представьте, нет света, воды. Ты приходишь при фонариках делать обход. Ты должен посмотреть ему в глаза. Ты должен увидеть, что не так. Постараться его ухватить психологически. У меня дома была неплохая библиотека еще старых, даже советских книг, когда много печатали на украинском языке, да даже на русском какая-то там публицистика. Тот же Валентин Пикуль. Я принес все эти книги, пораздавал раненым, которые хотели читать. Я говорю, ребята, почитайте, пожалуйста. Хотите, я вам игральные карты принесу? Играйте, говорите друг с другом. То есть нужно было удержать этого пациента, поверить, что все будет хорошо, а не всегда все было хорошо. Это пациенты были тяжелые, это были пациенты с минно-взрывной травмой, то есть когда много осколков по всему телу и в легких, и в животе, и в ногах, и в промежности. Это были люди с травматическими отрывами конечностей, их надо было опять-таки удержать, а в то время везут нового раненого, который ты должен тоже удержать. И вот ребята, не сдавайтесь, ребята, не сдавайтесь. А потом, когда их получалось эвакуировать, объяснить, чтобы его обязательно осмотрел заведующее отделение, а как ему там дальше окажут помощь, ты тоже это за все переживаешь. Это люди, которых ты пропустил через свое сердце и до сих пор иногда не можешь отпустить. Я видел нескольких раненых, к счастью, которые уже реабилитировались в отделениях реабилитации, сейчас меня туда вызывали на консультацию. Да, это люди все-таки уже несколько другие, у них опять появился огонь жизни в глазах. Поменялось ли мое отношение к смерти? Ну, не знаю. Я доктор, я должен с ней бороться, хотя понимаю, что это сизифов труд. Был такой классный фильм «Харского рыч», по-моему, про бойца морской пехоты США, который по религиозным соображениям не брал оружие в руки, хотя служил в морской пехоте, он работал санитаром, выносил раненых. Я до сих пор помню его молитву «Господи, дай мне возможность вытянуть хотя бы еще одного». И вот каждый раз, когда ты идешь, «Господи, допоможи мне всего еще вытянуть, Господи, допоможи моими руками цему пациенту». Вот это те слова, которые всегда в голове крутятся. Все равно хочется спасти хотя бы еще одного, хотя бы вот сейчас, сию секунду. Ну вот, как-то так. Извините, сумбура, но я уже на эмоциях. Очень-очень большое спасибо, что вы согласились отвечать на этот вопрос. По-моему, это очень-очень важно. Нам надо закругляться. У вас дети, наверное, тоже уже спать скоро надо будет готовить. Пока я отвернулся, уже все конфеты у меня за спиной съели. Сейчас уже нужно будет идти воспитывать. Как люди в Латвии могут лучше всего помочь вам, в больнице? Вы уже и так сделали много. Я не в праве даже что-то просить больше. Я думаю, время покажет. Вы показали себя с большой позитивной стороны. Если человек, он человек по жизни, то он всегда себя так будет проявлять. Поэтому благодарю весь латвийский народ, всех налогоплательщиков, которые понимают, что эти деньги уходят не на какие-то там наши заоблачные мечтания, а на то, чтобы отстоять свою независимость и опять-таки сделать Европу более безопасной. Потому что я не хочу быть голословным, но мое мнение как человека с двумя высшими образованиями это то, что сейчас решается будущее всего европейского континента на ближайшие 100 лет. Будет ли этот континент стабилен, безопасен, будет ли наконец-то Европа тем оазисом процветания и человеческих прав или нет. Наилучшее пожелание и большое спасибо. А время оно само покажет и подскажет. Я думаю, так. Чего вам лично пожелать? Наверное, здоровье. Потому что здоровье еще нужно будет. Потому что нужно закончить войну, нужно максимально помочь раненым, больным. Ну и опять-таки потом восстанавливать страну и строить будущее своих детей. я все-таки мечтаю им дать достойное образование. Вы не первый, который примерно то же самое говорит нам. Знаете, есть такое понятие, как менталитет, психология нации, ценности нации. Дети в Украине, семья дети, это очень большая ценность. Но я думаю, в Латвии тоже. Спасибо вам, рад был слышать. Надеюсь, увидимся в мирной Украине и по хорошему поводу в Латвии. Я все-таки мечтаю приехать опять. Я же не обещал показать Юрмалу и опять у меня очень много мыслей насчет стажировок. Ведь должен я строить какие-то планы. У вас есть мой номер. Очень рад, у вас мой. Надеюсь, мой номер как врача вам не понадобится. Вы слушали интервью с Романом Бондаренко, сосудистым хирургом из города Чернигово. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.